Сегодня я хочу поговорить о фильме «Сердце Пармы», российский фильм 22-го года, который, к сожалению, меня глубочайшим образом разочаровал. Мне кажется, это совершенно неудачная работа при всей махине того производства, которое было задействовано на съемках этой картины. То есть она необычайно масштабная, а просто какой-то огромный такой процесс съемочный, даже невозможно себе представить, сколько проблем возникало наверняка при создании этого фильма. Огромное количество массовки, соответственно, огромное количество костюмов, потрясающие по своему просто масштабу декорации, по количеству этих декораций. То есть понимаешь, какой огромный труд был вложен в производство этого фильма, который снимался несколько лет. И, соответственно, от этого тем больше, наверное, и разочарования от того, что получившийся фильм в итоге абсолютно лишен какого-то содержательного такого начала, какого-то такого нерва, который все бы это скреплял. То есть невозможно не оценить труд отдельных мастеров, художников, художников-подстановщиков. Вот все это связано с жизнью внутри этого фильма, с жизнью его персонажей. Но при этом все остальное, связанное и со сценарием, и с режиссурой, и, к сожалению, с актерскими работами, оно не оправдывает. Не оправдывает вот всех этих вложенных сил. Во всяком случае, вот таково мое мнение, к большому моему сожалению, потому что я очень люблю роман Алексея Иванова. В свое время я залпом прочел разом и «Сердце Пармы», а потом «Золото Бунта». И для себя вот долго вот как бы даже не мог определить, потому что мне так понравилось «Сердце Пармы», что потом я думал, ну, «Золото Бунта», ну, как может сравниться, да? То есть и вот два настолько, ну, больших, мощных, таких исторических, ну, немножко с фэнтезийным, конечно, началом романа. А вот я, наверное, все-таки в итоге как бы склонюсь, что по некоторым показателям я больше симпатизирую. Если уж выбирать, если уж придется выбирать, я больше симпатизирую «Золото Бунта», но тем не менее воспоминания «Сердце Пармы» тоже остались необычайно хорошими. Вот, и, конечно, я, ну, вот не то чтобы я ждал экранизации, я стараюсь фильмов, как правило, не ждать, чтобы затем не разочаровываться, а лучше, наоборот, вот очароваться ими вот как бы вот вдруг узнав, как бы вот вдруг с ними встретившись. Вот, ну, тем не менее, конечно, вот какие-то ожидания от картины были, учитывая, что и разговоры о том, как она снималась, и как долго она снималась, и как вообще все это возникало, до меня, естественно, доходили. Но вот опять же, наверное, тем сильнее разочарование, что, ну, фильм никак не соответствует не то чтобы моим воспоминаниям о романе, да, потому что я, честно говоря, попросим я сейчас, я вам не перескажу роман и не перескажу даже, что конкретно мне в нем понравилось, потому что читал я его уже довольно-таки давно, и, конечно, многое из памяти выветрилось. Осталось само ощущение, осталось ощущение значительного произведения, очень мощного и производящего именно такое настоящее впечатление. И вот хотелось бы аналогичного впечатления и от кинокартины. Ну, тут мы можем, конечно, влезать в который раз в разговор о том, что экранизации редко действительно бывают достойны вот литературных первоисточников, но тем не менее, ну, все равно же, как бы, существуют хорошие экранизации, которые соответствуют, так или иначе, вот роману, по которому эти фильмы поставлены. Вот, ну, то есть, к сожалению, сердце Пармы, оно оказалось в ряду тех картин, которые все-таки можно назвать экранизациями неудачными, что тем более жалко, что вот выбор фигуры режиссера на этот пост Антона Бегердичева, ну, все-таки это казалось, что это довольно-таки достойный выбор. Эту картину долгое время хотел снимать Сергей Бодров-старший, в всяком случае, ходили долго об этом разговоры, и действительно, ну, было понятно, почему вот такая, как бы, такой выбор стоял, потому что все-таки Сергей Бодров-старший – это постановщик Монгола, необыкновенно, тоже такой мощный исторический, мощного исторического эпика, с большим количеством боевых сцен тоже, и действительно, несмотря на то, что абсолютно, как бы, разная фактура, ну, во всяком случае, так может показаться, там все-таки это такая Монголия, степи, но тем не менее, а у нас в сердце Парма – это все-таки леса, да, леса, вода, но тем не менее, по сути, по какому, по времени, наверное, и даже по духу такому, по азиатчине такой, все равно это произведение довольно-таки могли бы оказаться близкими, и Бодров вообще показал себя вот мастером, ну, то, что он потянет, что он потянет и объем, и при таком объеме сумеет сохранить вот самое главное – нерв повествования. Ну, и вот все-таки, когда вот с ним не сложилась фигура Мегердичева, не казалось такой уж, как бы, плохой, потому что все-таки, помимо вот, ну, каких-то экшн-фильмов типа «Боя с тенью 2» или фильма «Метро», он снял и замечательный, на мой взгляд, фильм «Движение вверх», который я очень люблю, очень такая, ну, живая, эффектная, эмоциональная картина, вызывающая такой живой отклик, мне в свое время она очень понравилась, и она, ну, не только мне, как и многим другим, была лидером российского проката некоторое время, ну, несколько лет, ну, пока ее не сместили другие лидеры проката, другие фильмы. Ну, и вот в этом отношении, конечно, то, что у него, у Мегердичева, не получилось как-то все это сложить, вот результаты такого огромного количества усилий в нечто, ну, удобоваримое, вот в нечто действительно достойно называться таким художественным полотном, художественным фильмом, а это, конечно, очень печально. Вот, опять же, лишнее свидетельство того, что далеко не всегда сложно постановочные такие масштабные проекты, которые, вот, над которыми трудилась такая огромная армия людей, вот они не всегда получаются достойными фильмами, вот именно с точки зрения кино. То есть здесь все, может быть, по отдельности, может быть, очень хорошо, вот, по каким-то кусочкам, но все вместе, к сожалению, мозаика не складывается, и вот эти два с половиной часа, это такое вот насилие над зрительскими, что называется, нервами, над зрительскими глазами, вот, что, ну, это, в общем, редко какой фильм, наверное, может тут, можно тут сопоставить с этим, и, конечно, для меня просто, ну, отдельная история, это как этот фильм тянули в прокате, как его натягивали на какой-то результат, заманивая на него несколько недель зрителей, и отчитываясь еще победоносными такими пиар-релизами о том, что, значит, фильм «Сердце Парма» установил, значит, мировой рекорд, рекордное количество недель, продержавшись на первом месте вот в национальном прокате, чего не удавалось даже американским хитам, типа «Аватара» и «Титаника», вот, что, конечно, очень смешно, что «Сердце Парма» шло в опустевшем совершенно российском прокате, без какой-либо конкуренции, вот, с натягиванием вот этого результата, вот, как только можно, и даже при всех вот этих стараниях, все равно его показатели, они, ну, никак не дотягивают в половину меньше, допустим, сопоставимого и по какой-то, и по историческому антуражу, и по производственным затратам фильму «Викинг». Вот даже при вот каких-то таких положительных историях, в том плане, что расчищенный прокат, а тем не менее, ну, у «Викинга», правда, был прокат новогодний, тоже рассчитанный, но, расчищенный, но еще и по повышенным ценам на билеты, вот, ну, тем не менее, вот, даже, как бы, может, «Викинг» был чуть выше, чуть более в лучшей позиции, но вот «Сердце Парма», ну, не смогу никак до него дотянуться, ну, что называется, оба фильма плохие, что тот, что этот, и вот, как-то зрителя, хотя кого-то и довольно большое количество людей обмануть получилось, вот, ну, в том смысле, затянуть, затащить в кинотеатры, но вот совсем уж конфеткой это представить никак нельзя. Вот, ругать и говорят проще, чем хвалить, но тут, вот, в данном случае я даже и теряюсь, вот, на чем вот основывать свою вот эту критику, ну, просто тупо сказать, что мне не понравилось, ну, да, мне не понравилось, мне показалось скучно, мне показалось, что все это размазано, хлипко, экшн-сцены, ну, некоторые, конечно, так, довольно, ну, диковаты даже в хорошем смысле слова, потому что там все-таки дикие люди, варвары, давние, древние, ну, конечно, ни во что не ставящие ни чужую жизнь, ни порой свою собственную, вот, и вот, может быть, какие-то эффектные экшн-сцены там присутствуют, но они ни в коем мере не спасают, потому что вся эта, все это многолюдие, во-первых, лишает каких-то ярких красок главных персонажей, а сам главный персонаж, который играет Александр Кузнецов вообще, какой-то, ну, никакой Кузнецов актер хороший, но здесь ему просто особо нечего играть, здесь нет ни драмы какой-то, ни, то есть драма, она, в принципе, должна присутствовать, там есть и любовный интерес, и какой-то там борьба вот за политическое выживание и вообще за судьбы народа, а вот как-то герой все время довольно отрешенно смотрит, какого-то огня в нем нету, ну, может, это, конечно, они следовали за повествованием, так как этот персонаж выглядит у Алексея Иванова, я уж не могу сказать, не помню, но в любом случае одно дело в романе, а другое дело в кино, мы хотим все-таки каких-то, наверное, чуть более ярких эмоций, а у этого Кузнецова совершенно блистательное окружение, потому что там такой много, такой бюджетный, высокобюджетный такой масштабный фильм, конечно, собрал и целую плеяду нынешних российских звезд, узнаваемых имен, хороших таких в основном всех актеров, но вот ни на кого не посмотришь, ну, никак не скажешь, что вот актер здесь проявил себя как-то с интересной стороны, и, ну, что-то о нем можно такое любопытное сказать, что вот действительно вот он открылся как-то заново или поразил своими, ну, каким-то своим просто актерским мастерством, и в этом отношении обиднее всего за Евгения Миронова, который действительно выдающийся наш, могу даже сказать, великий актер, ну, во всяком случае, актеру, которого были в его послужном списке, безусловно, великие роли, как кинороли, так и театральные роли, крупнейшая вот наша величина, и, конечно, вот он уже в том возрасте, когда ему надо вот играть возрастные роли, уже далеко не мальчик, не молодой человек, и здесь он представляет роль вот такого священника, борца за веру, но насколько, насколько скучно, насколько невразительно он играет, если вспомните, опять же, что у него был фильм такой потрясающий, но тоже связанный с верой в мусульманин, ну, правда, и там и режиссер был другой, и тематика другой, все другое, но тем не менее, ну, кстати, в какой-то мере близко тоже, тут, ну, понятно, что там здесь в сердце Парма, Парма это скорее борьба с язычеством, там борьба вот как бы с иной верой, но тем не менее, ведь, как бы, да, были, вот был огонь, вот была какая-то энергия от актера, что они говорят уже про множество других его персонажей, а здесь блеклый священник, который, ну, какую-то свою правду пытается доказать, совершенно не вникнув, значит, вот в сути, вот представлений того народа, к которому он приехал, ну, собственно, это персонаж такой, но актер как-то его не то что не оправдывает, не осуждает, а наоборот, ну, просто вот как-то вот изображает, и мы видим просто Миронова, загримированного, то есть это никакое не преображение, ну, вот, к большому сожалению, меня очень разочаровало, разочаровала вот эта роль некогда любимого артиста, в том плане, что, ну, тут он, ну, Миронов давно уже, к сожалению, не показывает себя с какой-то вот хорошей стороны именно в кино, ему, наверное, не везет с материалом, и не повезло и здесь, вот, но тем не менее, ну, всегда думала, что его сила, вот его таланта, они смогут превозмочь, вот, какие-то любые проблемы, но вот, к сожалению, не превозмогают, на былых каких-то актерских штампах тут не выехать никак, роль этому, значит, не способствует, не помогает, а чего-то иного не родилось, и вот если говорить об актерах, то, конечно, вот в отрицательном таком смысле меня поразила Елена Панова, очень хорошая, очень талантливая, замечательная актриса, которая, к сожалению, вот, не имеет вот того количества, того масштаба ролей, которые вот она могла бы играть, вот, к сожалению, все-таки ее такие крупные до сих пор вспоминают, что она вот проявила себя в сериале «Граница», и очень ярко действительно, особенно на том актерском, в том актерском окружении, которое там было, ну, потом вот «Бой с тенью», в том числе одной из серий, которую поставил Мегердичев, но тут не скроешь, что ее супруг, а вот, ну, вот и все, пожалуй, то есть вот каких-то крупных вот ролей ярких, по-настоящему, которые соответствовали бы ее дарованию, у Елены Пановой нет, и понятно, что здесь она, как бы, получается, такая по блату попала, ну, она наверняка и заслуживает, безусловно, вот, пусть у нее будет больше ролей самых разных и интересных, но здесь все время не можешь отделаться от мысли, что вот просто она, как жена режиссера, ей дали вот роль, которой, в принципе, роли как таковой и нету, да, то есть я уж не помню, что было на этот счет у Иванова, ну, в принципе, по фильму уже видно, что практически бесповедственная роль жена одного из персонажей, Палюда, который играет Сергей Пускипалис, и вот она просто все время вот как бы рядом с ним, и она, соответственно, из-за отсутствия роли пытается что-то лепить, вот она как раз по-новому, ну, как бы, будучи артисткой действительно большого дарования, ну, и потом явно, что режиссер уделил ее персонажу особое внимание, тут, безусловно, вот они вместе пытаются что-то вылепить из вот этой практически бессловесного персонажа, который вот просто не хочет, чтобы муж уходил на войну, вот она плачет, она держится за него потом, когда он дома встречает что-то, то есть она как-то пытается реагировать на события, но, честно говоря, смотреть на это так странно, так тяжело и так болезненно, просто что это роль, высосанная из пальца, притом абсолютно без какой-то органики, без какого-то огня, потому что у меня были такие случаи в жизни, когда я видел вот аналогичные роли, когда роли не было, а артист в этой роли блистал, то есть благодаря вот филигранной режиссуре, благодаря тому, что режиссер уделял внимание не только вот этому персонажу, но и окружению он вписывал, и вот такие примеры были, просто не буду сейчас их как бы приводить, чтобы не отвлекаться, и вот к моему большому сожалению, вот эта попытка, попытка сделать какую-то интересную роль при отсутствии соответствующего материала, но она так жутчайшим образом провалилась, просто стыдно, немножко позорно вот на все это смотреть, на все эти попытки, на все это актерство, которое, к сожалению, лезет из всех здесь практически, актеров, которые играют вот не персонажи, вот они как-то, они их не проживают, а вот они как-то актерствуют в этих вот, в этих декорациях, в этих костюмах, очень-очень, к сожалению, меня разочаровало, вот все это вместе, еле-еле я этот фильм засмотрел, и, конечно, под конец пришла вот та самая актуалочка, которая, ну, собственно, и объясняет, ну, смысл этого фильма именно сегодня, ведь все-таки любая картина на какую-то историческую тему, экранизация, ну, или даже просто, ну, любой фильм, он так или иначе, он старается ответить на какие-то вопросы сегодняшнего дня, на какие-то нынешние вызовы, и вот в чем же этот вызов, вот вдруг, в чем же вот проблематика, понимаешь, особенно в финале, когда главный герой оказывается в плену у московского царя, у Ивана Третьего, крохотная роль Федора Бондарычука, столь же невыразительная, как и все остальные, и вот там прямым текстом вот объясняется вдруг смысл, что оказывается, этот московский царь всю эту резню, всю эту войну, весь этот ужас, весь этот необыкновенный просто кошмар, который сложно представить, было бы еще недавно, ну, вот если, как бы, исключить вот 2022 год, действительно, когда этот ужас пришел, как бы, в наш мир, то есть, всю эту войну, он затеял, вот с благой целью, объединить земли, сплотить их, чтобы поставить, вот, значит, объединить землю русскую, чтобы, вот, да, чтобы был единый центр, вот ради которого бы, и дальше, вот, люди умирали бы, и ради которого бы они сражались, то есть, вот, все это, вот, действительно, вот ради вот той благой цели, которая, вот, допустим, спустя столетия, она приведет к тому, что, вот, ну, нам мы победили, допустим, на Великой Отечественной войне, что, вот, за нами Москва, отступать некуда, и, действительно, с такими, с такими лозунгами, с такими словами, люди сражались, вот, во всех частях фронта, что, действительно, вот, мы защищаем сердце Родины, и, вот, конечно, вот эта мысль, сказанная в финале «Сердце Пармы», она просто поражает, хотя бы тем, что, получается, он, как бы, царь-то пытается объяснить, что, типа, я вот, я молодец, и финал, как бы, в этом отношении, что, вот, все это стоило того, да, что ты, князек, ты смирись, под меня, как бы, подогнись, все, потому что все это ради благой цели, но, возникает вопрос, который фильм совершенно, как бы, игнорирует, а для чего была, вот, вся эта резня и буча, вся эта война, почему московский царь не мог договориться, почему он не мог миром прийти на все эти земли и объяснить, вот, тому же князю, который играет, Кузнецов, что, вот, я вот хочу так, что не проблема, вот, как бы, что я не против тебя, не против твоего народа, не против чего-то там, а просто, вот, давайте мы, как бы, у меня вот такая мысль замечательная, объединить, вот, все земли в одном, то есть, вот, если в финале это смотрится, как, вот, неким его, таким положительным, таким отзывом, что, вот, а на самом деле царь, так, вот, вот, он этого хотел, может быть, он и прав был, так, если он был прав, так, почему же, почему же он не смог, что называется, дипломатическим путем всего это достигнуть, и вот, конечно, вот, это, от этой мысли еще более жутко становится, то есть, авторы фильма, наверное, они хотели, как бы, в общем, перевернуть, вот, восприятие этой картины в финале, что, вот, в общем, все это было оправдано, вся эта гибель, все, вот, вся эта кровь, а на самом-то деле, в общем, это выглядит же совершенно иначе, что это может быть выглядеть даже еще страшнее, страшнее то, что вот герой смиряется с этим, и вот, ну, как бы, идет, возвращается жить свою жизнь дальше, единственный из всех, из всех своих соратников, то есть, поубивали всех, вот, ради объединения московских земель, вот, его оставили, чтобы он нес эту, как-то мысль дальше, и жил с этим, и от этого, и от этого, тоже, в какой-то мере, мурашки пробегают по коже, но совершенно не факт, что вот именно этой реакции хотели добиться создатели фильма, вот, так что, вот, по большому своему сожалению, я остался этим фильмом глубоко, вот, и разочарован, и недоволен, и совершенно никак не могу, и вот, не рекомендовать, и вообще, скорее, являюсь вот этим большим, прибольшим противником.